Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука и совсем недавно на консоли PlayStation 4 вышло дополнение к игре Horizon Zero Dawn под названием Frozen Wilds, ну замёрзшие земли, что-то типа того. И сегодня мы немножко на него взглянем, такой краткий взгляд. Если посмотреть на карту, то появилось, ну, появилось много заданий, вот выделены синие, всякие точки, вот эти вот новые задания появились, да? И появилась новая, вот, неоткрытая территория абсолютно. Там будут какие-то новые животные, в общем, и зима, тут все дела. В общем, много всего интересного, и давайте сегодня чуть-чуть просто взглянем, что это дополнение из себя представляет, что тут за задания. Ну, да, говорил. Вернулся вот из зарубки. Думал, там разжиться деталями и осколками. И, понимаю, не разжился. Банук только причитают о новых машинах и говорящих душах, а кошельки у них на замке. Что такое торговый путь без торговли? Просто дорога. Торговый путь? Думал, Банук держится особняком. Ну, Банук и Озерам, в конце концов, соседи. Разве может пара-тройка гор разделить друзей? У меня там остались знакомые, пытаются вырубить доход из-за льда, но, говорят, лед не рубится. Тамошние предрассудки и буйные машины тоже делу не помогают. А что там у них за новые машины? Честно, я даже не знаю. Судя по количеству похорон, такие, от каких лучше держаться подальше. Ну, я не из пугливых. Вот доживёшь до моего возраста, может, охота в Доме Солнца станет тебе больше по нраву. У нас потеплее. А что это такое, зарубка? Когда Карха вторглись на земли Банук, на том месте, куда пришёлся их удар, осталась зарубка. Так это бывшее поле битвы, как долина перед священной землёй. Угу. Туда можно попасть через перевал к северо-востоку отсюда. Туда пускают странников, выносливых, как ты. Но не рассчитывай на тёплый приём. Уж тем более теперь. Угу. Новые машины, говорящие души? Интересно. Ну, ещё бы, по тебе сразу видно. Что ж, я тебя предупреждал. В горах на северо-востоке есть перевал. Это прямо за кладом смерти. Не пропустишь. На той стороне есть подобие поселения. Вот, может, там тебе и отговорят. Может. Или нет. За совет спасибо. Так, у нас открылось новое побочное задание «Путешествие в мёрзные земли». Вот это нам и нужно, да? То есть, это новая территория. Так. А вот тут у нас прям маршрут проложился, да? Да-да-да, вот, смотрите, прям вот куда. Прям далеко. Очень далеко. Тут есть костерочек. Мы можем прямо по-быстрому где-то тут метнуться и отсюда уже пойти. Давайте так и сделаем. Кстати, хотел вам, ребят, показать, что появились ещё новые навыки. То есть, вот, новая сетка. То есть, в дополнение туда пустят человека, ну, с уровнем выше тридцатки. Вот, не ниже тридцатки. И вот, кстати, появились новые сетки навыков в дополнение. То есть, это всё теперь можно прокачивать. Этого не было в самой игре. Так, ну давайте попробуем метнуться. Сейчас, конечно, будет загрузочка. Надеюсь, не слишком долго. Ну, тут, в принципе, да, карта большая, загрузки долгие идут. Потерпим. Потому что хочется именно уже посмотреть вот эти вот земли новые, да? Чем по-старому-то бегать. Так, костёр. Так, и куда нам бежать-то? Куда-то туда. У меня есть стрел, походу, нет, да? Вот, он мёртвый. Всё, смотрите, зима кругом. Чем-то ларпухров, например. Ох, тут птички, да? Лучше с ним сейчас не связываться. Надолго. Так, а давайте я попробую вызвать животину. На ней попробую продвинуться, потому что побыстрее всех этих проскипать, товарищи. Чтоб хотелось проскакать без схваток, без лишних, да? Просто посмотреть, что там нас ждёт. Так-то эта игра такая, в неё нужно неторопливо играть, вдумчиво ходить, всё собирать, животных мочить. Что-то у меня не особо. Какая красота, да, ребят? Всего очень красиво. Ну, вспоминается ларпухров, там тоже зимой много чего происходило. Последняя. Ой, прыгай! Давай. Слепили нас нафиг. Давай-давай-давай-давай-давай. Новая зона. Так, какие-то гороши должны быть, да, вроде? Оф, какие красоты, да, ребят? Посмотрите. Если что, я играю на PlayStation 4, обычный, не ПРО. На ПРО, наверное, ещё покруче, там, если ещё и в 60-х ПС, всё это дело записывать. Но у меня карта захвата только в 30 позволяет записывать. К сожалению. Давай, Животин, не ускоряйся. Интересные локации. Так, а где нам тут проскочить-то, там, поверху или по низу? Здесь пройдём. Опять чё-то такое. Так, нам чё, забраться нужно, что ли? Я чё-то не пойму. Тут, вон, ещё, смотрите, сколько пройти нужно, то есть... Может быть... А, вот же, вот же. Вот, забраться можно. По идее, мы тут, наверное, тоже можем призвать. Скакуна какого-нибудь. И он появится, я так думаю. Это мне поможет. Всё, собираем. Всё, 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 всё. А куда дальше, как тут пройти? Тоже наверх, да? Что ты делаешь, Аллои? Этот путь ведёт в зарубку. Банук ничего не смогут тебе предложить, кроме никчёмных суеверий. Затмение не будет ждать, пока ты резвишься на снегу. Вернись к делу. Удивлена, что ты ещё за мной следишь. Думала, больше тебя не услышу. Прости, что мне всё ещё заботит судьба этого мира. Я тут подумала. Раст рассказывал мне истории про Банук и их шаманов. Как о них плетают синие кабели прямо в кожу. Кого-то напоминает, правда? Так, может, ты не хочешь пускать меня к Бану, чтобы я не узнала о твоём прошлом? Меня заботит не прошлое, а будущее мира или его возможное отсутствие. Тебе бы не тратить время впустую, а заняться делом. Но ты, конечно, поступишь по своему усмотрению. Ммм, какой обидчивый. Лёд, да? Так, чё тут? Чё тут у нас? Припасики. Демонический огневолк, ребята. Уязвимость. Чё там? Чё там ещё уязвимость? Ну-ка, может... Давайте тогда мы попробуем мимо его пройти пока. Он вообще, в принципе, сам нас не трогал. Может, мы как-то здесь... Пройдём спокойненько. Пока не будем на него охотиться. Может, здесь вот так запустили посмотреть, что тут вообще за локации. А куда? А куда? Опа, кто там у нас? Здесь зверёк какой-то. Опа, страшные звуки. Чё тут такое? Вот он тут начинается, да? Frozen Wilds. Ха, ты тут не замёрзнешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Ты добралась до зарубки, странница? Но ты здесь не задержишься. Это мы ещё увидим, да? Ух ты. Ух ты. Ух ты. Девушки отдыхают... ...минут вперёд... Тут можно сохраниться... Быстрое сохранение... Давайте посмотрим что-то происходит... ...потому что не смогли забрать тела... Печальная история... Все их лучшие воины погибли... Они прощаются с умершими иначе... КОНЕЦ КОНЕЦ Справьтесь с горем охотники... ...и убейте его... Наших родичей постигла судьба... ...которой мечтают банук... ...они пали поражая сталь копьём... Их борьба... ...закончилась... У вас на глазах их души поднялись в синее небо... ...и устремились к синему свету... Но наша борьба... ...лишь начинается... Скоро... ...мы вновь пойдём охотиться на демона... ...который вводит машины выступления... И потому я спрашиваю... ...есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы... ...сражаться... ...и умереть, как они? Моя отвага! Моё копьё! Моя копьё! В нашу кровь своих зубах а рота! Моя копьё! Мы банук! Наши враги... ...добыча! Демон. Иступление машин. Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Да, Ром. Элой. Элой. Я провел тут две долгих зимы. И до сих пор эти банут меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман Аурея стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем Вераком. И половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла, я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучий аратак хочет еще разок повторить все то же самое. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой, провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал от Эйми пару раз. О нем шепчутся, будто это страшило, которого банук хотят забыть. Я точно не знаю, как дело было. Но вроде то ли он чем-то насолил совету, то ли совет ему. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в Банурия, чтобы отсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гурьбище. Но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей, наверное. Удачи. А что именно у банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Ну, вряд ли можно иначе, в таком-то месте. Да, земля, где от холода трескаются зубы, где рыщут дикие звери. Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но банук перестанет спорить, лишь когда подыхать ляжет. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее, это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение. Кто ж их знает? Ну, Аурея уже не спросишь. Она ушла, и никто не знает, почему. Что говорят о Баратаке? Он хороший воин? Он вождь Верака. Ему все внимают, хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивее. Но когда он и Аурея привели сюда свой Верак, банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой, отсюда до самой Шилы. И тут этот тип взял, да и увел своих на смерть. Прямо в когте машин. Я лишился лучших клиентов. А что вообще такое эти Вераки? Блемена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытание. Докажешь, что ты в чем-то лучше, и может тебя и примут. Иные Вераки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория банук — банур. Это собрание самых больших древних Вераков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом Вераке есть вождь и есть шаман. Они принимают решение. Это все хорошо. Только вожди — упертые типы. А шаманы витают в облаках. Говоришь, ты прожил здесь две зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток. Мне одни пушники вжили, рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока у Реи не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышал из доход. Уши подвели. Банук-то не то, чтобы сильно жадные. Просто торговать любят со своими. Вот бы нам до них достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну, или хоть кто-нибудь. Нам? Мне и моей до... Моей помощнице в армии. Моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку. Она начала возиться с оружием и... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел... Вы с ней обе... Как бы это сказать-то... Женщина? Нет-нет-нет, я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну, тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут ледяной теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой... Встылой гряде. Ну, я знаю, где можно найти ее ученика. На Лтука. Он пошел на север от реки. Ведомый сут. Слухами? Да, нехороший. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такой еще никогда не видели. Ну, это еще интересней. Спасибо за совет. Не за что. Может, а так мне что расскажет про Аурею и про Мурой Барабан? Надо с ним поговорить. Так, и что у нас теперь появилось? У нас... Можно поговорить, и сразу же он куда-то там, да? В самую гуще. Ну, давайте поговорим. Может, что-нибудь интересное еще узнаем? Чтобы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелею, Сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка, это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница, ты хочешь поговорить? В Горане Песни есть другие вираки? Да. Деревня открыта для всех, кому нужны кров или припасы. Когда кончилась война, тамошний лагерь изрядно разросся. Быстро, как травы в оттепе. Может, протянет и до следующей войны Скарха. Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. Этот демон, о котором вы говорили. Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины. Сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. Ваш вирак родом отсюда? Нет. Большинство охотников пришли сюда из Банура. Чтобы дать отпор демону. Но я здесь родился. И я сражался здесь с Скарха, когда прочие отступили в горы. Мои товарищи со мной и сейчас. Те, кто вышел. Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж. Куда хуже будет склонить головы и признать. Это нам не по силам. Ну что ж, у меня все. Славные дела важнее, чем слова. Ну да. Там какая-то побочка, видать, появилась, да? Давайте немножко осмотримся здесь и все-таки сбегаем туда вглубь. Для полноты картины. Как-то очень, конечно, интересно все это дело. Нам вот туда вниз нужно. Пойдемте. Спустимся и посмотрим. Там уже такая карта, видите? Тут все неразведанное. Вот сейчас пойдет. Это вообще будет... Будет интересно. Ладно. Чтобы понять, как этот демон влияет на машину, мне нужно разыскать аллуй. А для этого надо поговорить с его учеником, который пошел на север в долг веке. Классные просторы здесь, конечно. Вообще просто шикарно. Зима, лес, деревья. Наслаждаться природой, пока роботы не напали. Новая зона костер. А где костер-то? Здесь что ли? Да, у костерчика. Костерочек, хостерочек. Так, а нам с кем поговорить, Ля? Дальше идти. Пойдемте. Главное, существуют и роботы, да? Типа... Какие-то животные, и птицы летают, и мелкие какие-то животные тут присутствуют. Ну, возможно, крупных там истребили. Видимо, это Налтук. Наблюдает за полетом. Ваши... Кажется. Налтук? А ты кто? Как ты меня нашла? Боргрен сказал, где искать. Вот, настыдный. Я ему уже тысячу раз говорил, не хочу я у него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача наблюдать за работой демона и постараться сдержать его. Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины, исцеляет их. Аратак сказал, демон повергает машины в безумие. Смотри. Те с лиловыми метками. А в этой машине демона. Они сильнее, опаснее. И я уже видела такое прежде. Заражение. Но там был не ваш демон. Правда? Ну ты знаешь больше, Майлан. А башни? У вас такие же были? Нет. Впервые вижу. Так вот. Они придают силы машинам демона. Надо что-то делать. Скажешь, куда ушла Аурея? Ты задаешь много вопросов. Когда не получаю нужных ответов. Аурея хочет услышать один голос. И это не твой. Извини. Хорошо. Ты хочешь сдержать машины демона? Я знаю, как это сделать. Моим луком и котлёй. Стой, страница. Как твое имя? Элон. Ладно. Если ты погибнешь под ударами его машин, я хоть смогу рассказать о тебе Ауреи. Ты в меня веришь, как мило. Я не погибну. А когда вернусь, ты скажешь мне, где она. Я так понял, что тут надо быть эти башни уничтожать, да? Ой, 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 ой. Да, ну вот на башне цель стоит. Надо сначала, наверное, с ней разобраться. А потом уже, короче... Ох, тут немного этих башен-то. О, надо что-то вытаскивать какую-то хрень, да? Надо вылезать, остужаться. Сколько же об нее попасть, что надо? Так, ну, подождите-ка, давайте мы какую-нибудь... А, перехватить управление она хочет, для этого вышка. Как это сделать? Просто подбежайте треугольник? Ну-ка, 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 ну-ка. Да, ну-ка. Ой Ну По крайней мере, управление мы этой штуки Перехватили, нас убили все равно, блин В общем, тут надо все равно вникать, разбираться Но смысл в том, что, да, вот эти штуки надо сначала взламывать А потом уже мочить всех врагов Потому что они, видимо, слабее становятся Ну, их что-то очень много набежало Видимо, нужно по стелсу, что ли, нападать здесь Ну, скорее всего, как-то так, ребят Возможно, надо поставиться, подкрадываться ее взламывать И потом там В принципе, кусты для этого сделали, да, чтобы нас только не видел Пока мы взламываем Что дальше от нас требуется Метка-то здесь осталась Перебейте машину А, мы должны все-таки машину здесь перебить Пока они, типа, вырубились А, где они, кстати? Позвольте кусты Что-то в прошлый раз набежало очень много Так, вот где машины? Блин, вот это фигово Вот это фигово Тихо Тихо Не, с этим мы так не справимся Очень, че, такие-то мощные Ну-ка, давай попробуем ее Попробуем ее Стоит так с этой разобрались это еще столь машина остались вот еще одна полил меня запалила ты меня не видишь и мы можем игре взломать надо по тихому сзади тоже не готова шал короче я тихо 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 валим 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 варь видит меня давно видит беги лой беги никак не получается от нее сбежать критический удар все сейчас мы типа ему сообщим что все просто но типа они взламывать только у нас его умеют они не умеют взламывать эти башни с машинами и башнями справляться научилась очередь демона ты как-то забрала его силу себе возможно на ура и стоит с тобой встретиться на самом деле она ищет надежду и я вижу ты можешь ей в этом помочь она в убежище за той грядой ледяной теркой попасть туда можно лишь по тропе шамана в конце тропы ты увидишь храм великую машину под синим самоцветом шаман прошедшие тропу берет себе кусок самоцвета если доберешься и ты возьми как награда как мне найти эту тропу шамана иди к ледяной терке пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады и поднимись к храму но берегись этот путь задуман как испытание последний этап подготовки шамана и в конце пути я найду ауры нет она еще выше где ты внутри горы если увидишь и я передай я верю что она услышит голос вновь хорошо значит теперь меня на ледяную тюрьку искать тропу шамана так ну вот ребят видите открылась дальше тропа шамана тут проходить проходить и проходить в общем дальше вы уже сами если вы захотите приобрести себе дополнение я думаю все у кого эта игра есть что прошел и все дополнения себя приобретут но я вот решил показать тоже как обычно наш в нашем формате просто такого беглого взгляда да то есть дальше видно будет сложнее и интереснее только с самого начала это дополнение вот ребят в общем на этом данное видео завершается все спасибо за просмотр пишите ваше мнение об этой игре понравился мне понравилось ну а с вами была не звука до новых встреч и и и